Абсолютно очевидно, что необходимо поддерживать малый и средний бизнес. Наверное, такой постулат, который говорится многими. Как поддерживать малый и средний бизнес? Давайте с вами рассмотрим элементарный контракт, элементарный конкурс, который проводит какая-то государственная структура. Но если ты скажешь, что и сформулируешь конкурс таким образом, что выполнить его по определению сможет только монополист, который находится у тебя в регионе, то каким образом ты поддержишь малый и средний бизнес? Ты не поддержишь, потому что основной кусок дохода уйдет именно этому монополисту. А дальше, может быть, для исполнения каких-то долевых участков уже будет роздан с минимальной прибылью малому и среднему бизнесу. Так не проще ли формулировать конкурсы таким образом, чтобы изначально могли принимать участие представители малого и среднего бизнеса? Уже такая поддержка была бы достаточно серьезной. Помимо всего прочего, безусловно, необходимо говорить о понижении налогов. Это одна из основных составляющих. Люди должны понимать, что они играют по понятным прозрачным правилам, которые будут действовать не один-два года, а которые будут действовать на территории Российской Федерации постоянно. И они будут составлять стимул для развития малого и среднего бизнеса.